Всем привет, с вами Полина Холла, тем бы хотел вам показать твердый скайп и обзор вот эти вещи, которые существуют на столе. И как вы уже поняли, это рубрика о покупке за неделю. И первое, что я хотела вам показать, это долгожданные покупочки. Это четыре вот такие вот новиночки, покупочки, новиночки, какая разница. В общем, вот такие вот замечательные девочки, монстр хай, кто коллекционирует тоже монстр хай, так же как и я, то оставайтесь со мной. Если же вы не любите монстр хай, не коллекционера, то перелесните это видео дальше и смотрите, что я показывала вам уже в покупочках из других магазинов. В общем, давайте начнем. Я не так давно писала в своей официальной группе ВКонтакте. Это официальная группа моего канала, ссылочка всегда в описании под каждым видео, так что заходите, подписывайтесь. Если же вас нет ВКонтакте, то регулярно заходите туда, потому что именно по ссылочке смотрите, что я там пишу, потому что есть такие новости, которые вы никогда не услышите в моих видео и не увидите. Так что желательно смотрите, подписывайтесь. Если что, то регистрация бесплатная ВКонтакте, многие этого не знают и думают, что это платно все. Так что не бойтесь, смотрите, заходите, читайте. У меня, в общем, был конкурс на Сигне с этими новиночками. Конкурс уже закончен, поздравляю победителей, видео, да, поздравляю. Вот, и я писала то, что мы с мамой едем за новиночками. Зачем я говорила то, что это будет одна новиночка, потом я сказала то, что это будут новиночки. Изначально мы ехали за вот этой вот замечательной девочкой Гулли из коллекции Монстрические Мутации, так как я очень люблю Монстр Хай, и именно Гулли Йелпс обожаю, это мой самый любимый персонаж. Многие это знают, да. Вот, и я очень давно ее хотела приобрести, но так получалось то, что в наших магазинах, в реальных магазинах, ее не продавали, из-за этого пришлось все-таки смотреть в интернете. В интернет-магазинах они безумно дорогие куколки, из-за этого родители мне не разрешили, да еще из-за того, что очень часто обманывают с покупками, из-за этого мы не рискнули покупать в интернет-магазинах. И зашли на Авито. Да, многие тоже со мной не согласятся, то, что неправильно ты что-то купила на Авито, там тоже обманывают, но, как видите, меня не обманули. Мы покупали у девочки, которая тоже раньше коллекционировала куколу Монстр Хай, но она уже выросла, и из-за этого она продает своих куколок. Вот мы у нее и купили. Сколько стоила каждая куколка, я говорить не буду, потому что это личная. Вот, из-за этого я не буду говорить, но вы можете посмотреть в интернете, сколько каждая куколка стоит. Такая, вот, значит, это Гуля Йелпс. Я не все аксессуары принесла от куколок, я каждый аксессуар, и все остальное, то, что было с куколкой, покажу в отдельном обзоре на каждую монстряшку. Вот, далее я вам покажу. Это у нас Ави Бомин Эйбл. Девочка тоже долгожданная достаточно. Я очень сильно хотела из любой коллекции Вули и из любой коллекции Ави. И все-таки, когда мы увидели с мамой вот эту вот Эбби базовую, как вообще, когда мы покупали, изначально было написано то, что эта девочка, она вместе с Робеккой, вот с этой, она тоже базовая. Это не перевыпуск, то есть это изначально 2009 года. Не все, конечно, аксессуары сохранились с этих времен, но все же что-то есть, что-то осталось. Ну, первая это Эбби, вот такая вот. Потом Робекка тоже базовая, вот такая. Очень красивая девочка. Многие хотят купить Эбби базовую, нигде не могут ее найти. В интернете бешеные деньги стоят, около 9 тысяч рублей стоит вот эта вот одна Эбби. Робекка тоже ее купить сейчас достаточно тяжело, в плане того, что ее тоже уже больше не продают. Тут вообще базовую куклу перестали продавать, и считаются они очень редкие, и мне просто безумно повезло, то что я купила Робекку и Эбби. Робекку больше хотят, чем Эбби купить, так что я решила ее взять Робекку. Вот такую, даже если аксессуары у нее не все в комплекции, все же мне повезло, потому что я все же аксессуарами не так сильно увлекаюсь, чем куклами. Далее я вам покажу последнюю. Это Лагуна Блю из коллекции 13 желаний. Она американская, то есть это сделано, она была не в России, не в Индонезии, не в Китае, она была в Америке сделана. Дневник ее совершенно другой, не такой, как у русских сделано, то есть, да, там на русском языке, на английском, на, какой там еще, на других языках, в китайском и так далее, да, это именно сделан он на английском языке, весь дневник. Сама кукла тоже у нее на обратной стороне, там печать сделана, то что она именно из Америки. Вообще я безумно рада, что я приобрела таких девочек. Вот именно с вот этой вот девочкой все было вместе, так же, как и с Гули. А вот у Робекки и у Эбби не все были аксессуары, а вот эта девочка и Гули, у них аксессуары все сохранились. Это очень даже хорошо. Вот повезло больше всего это Лагуне, потому что у нее дневник сохранился, так же, как и питомец. Следующее, что вам покажу, уже будут покупки из Центрального детского мира. Опять же, многие знают то, что я недавно ездила в Центральный детский мир, у меня даже есть фотографии. На моей страничке ВКонтакте и на страничке в Одноклассниках у меня все фотографии выставлены. Можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть, какие же были фотографии. Ну, конечно, из Детского мира у меня меньше было фотографий, чем из другого места, я вам о нем расскажу. Чуть побольше, попозже, когда дойдем до этого магазина. В общем, что вам хочу сказать. Мы были в Комусе, в Центральном детском мире, в Москве. Вот, я там приобрела себе для школы парочку вещичек. И так же мы с мамой приобрели для своих друзей, близких, в общем, подарочки такие небольшие. Я тоже вам их покажу. Но первое, что вам покажу, это свои покупочки. Первое, это тетрадка. Тетрадка с совой. Да, я очень люблю сов. Я просто безумно помешана на них, многие это знают. И я решила приобрести вот такие две тетрадки с совой. Потом альбом для рисования с совой и обложку для паспорта. Да. В общем, я много чего приобрела с совами за это лето, точнее. Вот. Ну, первая тетрадка с совой, это вот такая. Вот у нее безумно красивая обложка. Стоила эта тетрадка, у меня есть чек, сейчас вам скажу сколько. Стоила эта тетрадка 39 рублей. Да, достаточно дорого за тетрадку, в которой 12 листов. Но опять же, это магазин, который находится в Москве. И Москва все-таки, она своих денег стоит. Так что вот такая вот тетрадочка, 12 листов, она по математике. Все, как обычно, тут надо подписывать. Сова, она немножечко выпуклая такая, у нее глаза очень такие красивые. Дерево, оно просто нарисовано, оно не выпуклое. И мы немножечко можем увидеть такие вот блестки с золотым цветом, потому что на тетрадке золотой цвет есть. Потом есть фирма, если я не ошибаюсь. На обратной стороне просто обычный синий фон. Есть также рамочка розовым и зеленым цветом, таким темно-зеленым цветом. Тут есть единица измерения и таблица умножения. То есть, эта тетрадка по математике, если мы откроем, то тут клетка голубая будет. В принципе, мне эта тетрадка безумно понравилась. Я рада, что я ее приобрела. И, скорее всего, я ее буду именно в школу носить. А вот эту тетрадку, она тоже по математике. Я ее буду для Ютуба ввести, потому что мне все же надо что-то записывать такое личное. И вот я решила приобрести такую милую тетрадку. Мне она просто в душу посмотрела, вот честно. Она мне очень безумно нравится. И я решила ее приобрести. Она дорого стоит, но тут 48 листов. На обратной стороне обычный белый фон. Вот, потом фирма. Вот, и 48 листов. Написано, тетрадка стоила... Сейчас я вам скажу, сколько она стоила на спиральке. 43 рубля. Все же, да, достаточно дорого. Но в наших магазинах листов вообще почти не продают тетрадок. Ну, если даже продают, то все же они какие-то не очень красивые. Из-за этого вот я решила приобрести такую тетрадку. Она на белой спиральке, как вы уже поняли. И тут клетка серая. Вот. Я тут ничего еще пока не писала. Это абсолютно новые тетрадочки. Следующее, что я вам покажу, это альбом для рисования. Он тоже с совами. Вот такой вот. Я первый раз вижу, что в альбоме было 8 листов. Да, честно. У нас продается либо 24, либо больше. Но тут вот 8 листов. Вот с такими совами. Только был такой фон. Так как я помешана на сов, я решила взять с совами. Мы очень редко рисуем на уроках рисования в школе. И все-таки носить такой тяжелый альбом, извините, я не буду. Из этого я решила взять тоненький такой. На обратной стороне вот такой фон. Опять же, есть фирма. Вот. И тут у нас вот так все написано. Обычные белые листочки я тоже не рисовала, оставлю для школы. И стоил этот альбом для рисования. Сейчас, если я найду, то я вам скажу, да, 21 рубль он стоил. Опять же, дорого за 8 листов. Но все же я решила приобрести. Ничего страшного, даже если так дорого. Сейчас вообще ничего за копейки почти не продается. Следующее, что я вам покажу, это карандаш обычный. Он не без сов, просто розовый фон. Вот такая фирма. Не знаю, хороший карандаш или нет. Стоил он 17 рублей, он с ластиком. И, в принципе, даже если обычный карандаш, надеюсь, он будет хороший. Потому что многие карандаши, которые стоят достаточно мало, они плохие. И последнее, что я вам покажу из своих покупочек, это обложка для паспорта. Конечно, еще не скоро у меня будет паспорт. Имею в виду то, что мне будет 14 лет в январе, 22 января. Это достаточно еще долго ждать. Но все же я купила себе обложку для паспорта, потому что я очень хотела обложку с совой. И я нигде ее еще не видела. А тут я нашла вот такую вот обложку. Стоила она 139 рублей. Да, немножечко дорого, но я решила все-таки приобрести, потому что вряд ли где я еще найду таких сов. Тут нарисована сама сова. Фон вот такой вот, как сказать, нежно такой белый. Я не знаю, какой еще это можно сказать фон. Потом есть розовый цвет. Тут есть такие разные звездочки. Потом есть лав паспорт. На обратной стороне у нас тоже есть надпись на английском языке. И очки, бантики. И, в общем, я не буду открывать эту обложку, потому что я не хочу, чтобы она у меня валялась где-то открытая и ждала, пока я одену на паспорт ее. В общем, тут даже есть фирма. Вот такая вот. На обратной стороне точно так же. И, в общем, такая очень милая обложка. Следующее, что я вам покажу, это уже не для меня, а для друзей и близких. Мы, значит, с мамой купили вот такой дневник. Он с 1 по 4 класс. Да. Значит, он для мальчика. Как вы видите, такой очень красивый дневник. Мне кажется, для мальчика это красиво. Как для девочки, так для меня не особо в плане фона, потому что я девочка, и я люблю что-то яркое такое. Вот. Но для мальчика этот дневник достаточно хороший. Дневник школьный написан. Тут такие морские всякие картинки. В общем, морская тематика. И есть даже вот такая вот надпись на английском языке. Сам прикол в этом дневнике, то, что на обратной стороне и тут у нас сама обложка, она сделана под ткань. То есть обложка такая достаточно хорошая. Она такая вот твердая. Мы видим на корешке золотой цвет. И есть даже вот тут, как мы заметили, закладочка. Она сделана уже изначально была в дневнике. Сейчас, секундочку, я ее найду. Значит, золотая вот такая вот длинная закладка. Это очень удобно, мне кажется, в дневниках. Если мы откроем, то фон вот такой вот, тоже морской. На обратной стороне точно такой же фон. В принципе, как обычно, все в дневнике. Мы открываем тут личные данные. Потом разные такие вот надписи. И в конце концов у нас идет домашнее здание, предметы. В общем, вся страничка вот такая вот белым цветом. В принципе, на вид обычный дневничок, если открыть. А если так посмотреть, то достаточно красивый. И мне кажется, что это будет очень даже хороший подарок. И этот дневник был упакован в прозрачный пакетик. Следующее, что вам покажу, это, значит, уже не из этого магазина, а из магазина FixPrice. Значит, я купила для конкурса. У меня как раз будет скоро конкурс. Наверное, даже сегодня я его сделаю. Конкурс на раскраски антистресс. Мне очень многие просили сделать конкурс. И я думала то, что вам это не понравится, потому что все-таки, ну, раскраски какие-то такие недорогие. И, ну, в принципе, вообще, мне кажется, конкурс будет прикольный, потому что первая раскраска это море и солнце, а вторая раскраска это море и спокойствие. В общем, я не буду каждую страничку вам листать. В общем, морские тематики, потому что конкурс у меня будет летний. И я решила взять морскую тематику. И какой будет у нас конкурс, я вам пока не буду говорить, какие правила, потому что вы узнаете в отдельном видео. Так что, если вы хотите приобрести такую тетрадочку, выиграть, раскраску точнее, то подписывайтесь на мой канал и ждите конкурса. Следующее, что я вам покажу, это конфетки. Значит, первое, это карамель. Вот такая вот уже не первый раз берем. Очень нравится, так что я советую. Лучше я, сладкоежка, точно вам советую. Значит, вот так вот называется. Стоила, по-моему, эта упаковка 25 рублей. Вот, значит, фирма. И каждая карамелька в своей упаковочке, это очень хорошо. Они с разными вкусами. Сколько тут грамм, к сожалению, я не... А, 150 грамм, вот, вижу. Сейчас я вам покажу. Вот 150 грамм написано. Следующее, что я вам покажу, это вот такая вот картошка. Опять же, не первый раз вам ее показываю. Не первый раз мы покупаем. Нам очень нравится, вкусная, так что советую. Каждая картошка в своей упаковочке. Тут 250 грамм. И стоила, по-моему, эта упаковка 50 рублей. Если же это неправильная цена, то я подпишу где-нибудь вот тут внизу, правильно или неправильно. В общем, вот так. Следующее я вам покажу. Это уже покупка для папы. Да, я показываю даже... Многие говорят, зачем ты показываешь вещи для родителей? Ведь это твои покупки. Я показываю то, что я хочу, это мой канал и мои правила, так что вы уж извините, но я буду показывать то, что мне надо, потому что все же эти покупки смотрят не только подростки именно моего возраста, и не только смотрят там взрослые, но и вообще многие смотрят люди. Так что мне кажется, все же, даже если буду показывать покупки там для мамы и для папы, то это ничего такого нет, потому что я все же не показываю, что это такое прям вот, которое, ну, нельзя показывать. Я же не показываю, извините меня за выражение, трусы. Я показываю то, что мне надо, ну, в общем, для ухода. Ну, вот такая вот пена для бритья. Папе вообще эта фирма очень нравится, и мы решили приобрести вот такую вот небольшую пену. Стоила она 50 рублей, но просто вот обычная белая пена нужна, и из-за этого мы решили ее приобрести. Папе, в принципе, нравится, он советует. Следующее, что я вам покажу, это мама купила пленка пищевая, вот столько вот она сантиметров тут. Стоила она 50 рублей, тут, значит, 20 метров, как написано, и маме эта пленка нравится, так что она ее советует вам. Из фикс прайса мы закончили с покупочками, и следующее, что я вам покажу, это тоже из Центрального детского мира. Покупочки надо, наверное, было показать изначально, Центральный детский мир весь, но ладно, проехали. Значит, вот так и называется этот магазин. У меня даже есть прогулка по Центральному детскому миру, не такой, как бы, влог можно вообще. То есть, ну говоря, это прогулка, я ее назвала, это видео, но какая разница, даже если вы посчитаете, что это влог, в принципе, меня там вообще почти нет. Из-за этого я и называла прогулка это видео, но если вам интересно, то можете посмотреть, я показывала из этого магазина много чего. Там достаточно дорого, но в то же время красиво. В общем, как называется магазин, такой был пакетик, и в этом пакетике была вот такая вот икра, баночка с икрой. Это, как видите, магнитик такой для холодильника, вернее, на холодильник, извините. Вот так выглядит баночка, и тут ее можно открыть и закрыть. Тут мы видим то, что силиконовая икра, такая ее можно достать, но нежелательно доставать, потому что все же это такая есть фишка, то, что тут банка с икрой. В общем, очень прикольно. Вот из этого магазина, в принципе, все. Следующее, что я вам покажу, это мы вчера с мамой ездили на вернисаж в Москву, и мы там приобрели небольшие сувенирчики, как для наших друзей близких, так и для себя. Значит, для себя мы купили вот такого вот слоненка, кжель. Сделан он вот так вот, очень миленький. Ну, посмотрите, какой он милашка, он прям смотрит в глаза. Стоил он 30 рублей. Все же, даже если он и стоит столько, мне кажется, он и будет столько стоить, потому что за такие вот красивые сувенирчики это недорого. Потом мы купили для близких наших друзей, это вот такую вот, я не знаю, как ее назвать, в общем, такая штучка, в нее надо дуть. Я забыла, как она называется, даже можно так сказать, я подпишу где-нибудь у ду, вот внизу, как она называется, дудочка такая какая-то, в общем, в нее надо дуть. И это такая вот игрушечка, вот сюда надо дуть. Кто не знает, вот, это белка такая, как бы, или я не знаю, мышь, белка, кошка, вообще непонятно, кто это. Ну, в общем, это кто-то есть, такая вот игрушечка, она из дерева, приятно, кстати говоря, пахнет. Вот, и потом мы еще купили магнитик, вот такой вот, на английском языке написано, Россия, русская тройка, извините, Россия, что-то переклинило меня. Значит, вот так вот выглядит магнитик сам на холодильник, очень миленький, русская троечка. И на обратной стороне просто обычный магнитик, я не буду открывать, потому что это подарочек. Ну, и так, видно, что это магнит. А потом я вам покажу, что мы купили на вернисаже, это три, такие, значит, три доски. Их надо вешать именно на стену, а не резать что-то, потому что это изначально так и придумано. Значит, первая доска, это вот такая вот с киской, тут, значит, жизнь удалась написано, икра черная, вот, икра красная, и кот такой сидит. На обратной стороне тут ничего нет, и эта доска деревянная, кстати. И, как мы видим, есть дырочка, чтобы повесить эту доску. Следующий вам покажу, это доска, в общем, все вот эти вот три доски, они были упакованы в обычный пакетик, вот такой вот. Тут мы видим вот так вот холодильник с котом, с мышкой, с едой, в общем, много-много чего, очень даже прикольно. На обратной стороне доска разделочная, но вообще, на самом деле, ее именно надо вешать, потому что, ну, как вы будете резать по вот такой вот красоте, а на обратной стороне тоже можно, но нежелательно, как бы, ее лучше эту доску повесить куда-нибудь. И последнее, что вам покажу, надеюсь, нет, ничего такого не упадет, именно из этого магазина, из, не магазина, а, в общем, из вернисажа. Это вот такую вот доску. Большому куску и рот радуется. Вот так вот выглядит эта доска. На обратной стороне, в принципе, ничего такого нет. Доска приятно пахнет деревом, краской вообще почти не пахнет. В общем, доска стоила не так дорого. Тут разные по разным ценам они, так что, честно говоря, я не помню, какая из них сколько стоила, вот, но вообще вот эта доска вроде бы недорого стоила. Такая вот. Очень-очень красивая. И тут вот такая вот доска. Я цены точно не помню, потому что, все же, мы покупали у разных продавцов, и у каждого свои цены, у кого высокие, у кого низкие. В общем, я точно не помню, сколько стоило, извините. Ну и последнее, это как бы, такой вот мне подарочек был. Мне привезла бабушка из Костромы вот такой вот магнитик для холодильника. На холодильник, да, извините, я путаюсь. На холодильник Кострома, вот так вот выглядит этот магнитик. На обратной стороне сам такой вот магнитик черным цветом. Потом ручка. Это как бы ручка-сувенир. Писать, конечно, ей неудобно, но это сувенир такой вот, красная ручка. Ей можно вот так раздвинуть и посмотреть небольшую такую достопримечательность Костромы. На обратной стороне мы на русском и на английском языке, что такое Кострома, вот, о городе немножечко написано. И последнее, это для кухни, значит, вот такая вот, как ее назвать, в общем, такая вот штучка, чтобы вешать. Вот так выглядит в виде груши. Тут матрешка, она обратной стороне сама груша. Мягкая такая штучка, я, честно, не знаю, как она называется, так что извините. Вот, и, значит, так она выглядит. Ну, в принципе, на этом было все. Мне кажется, вам это видео понравится, потому что все же я старалась. Вот, не судите строго, если где-то повторялось, или что-то я не могла вам такое рассказать, потому что, ну, все же я человек, а не робот. Ну, и на этом было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. На этом было все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok